приветствую друзья и мы возвращаемся в куб ворлд как видите мой персонаж уже восьмого уровня он ну чуть-чуть наверное переоделся на самом деле главное что произошло наверное самое такое важно это я поменял себе арбалет на очередной более крутой вариант и как видите у меня уже есть одна золотая монетка и даже у меня откуда то есть 7 платины при том что я совершенно себе не представляю откуда эти семь платины у меня взялись у меня есть уже более широкий ассортимент различные еды для питомцев и я бы хотел чтобы вы кое с кем познакомились для начала мой кролик собственно по имени кролик я зову его просто кролик и я на нем уже могу кататься как видите у меня есть свой ездовой кролик вот он вот он так может ездить ездить может даже прыгать вот чтобы быть более похожим на кролика он может прыгать смотрите так хотя не знаю может быть я назову его как-нибудь дам ему имя ну скажем одуванчик или что-нибудь в этом духе так и но нельзя атаковать вот съездового животного нельзя атаковать ведь я начинаю атаковать он сразу все пропадает у меня вот мой кролик он изначально был четвертого уровня и как видите он постепенно даже набирает опыт и в принципе даже кролику то помогает в бою а чтобы его оседлать нужно прокачать мастерство владения домашним животным до пятерочки у вас откроется вот этот скилл передвижение на ездовом животном и вы собственно можете использовать свое животное ежели оно имеет свойство ездовое так и а кстати да смотрите у меня вот в том подземелье меня постигла неудача поэтому я предпринял громадное путешествие сейчас покажу действительно громадное путешествие не не это не тот город сейчас вы увидите где был вот тут примерно был первый город я ушел за пределы вот этого региона я думаю что неправильно их назвать биомами скорее это действительно регионы вот я для себя открыл новый регион в нем уже так прошелся 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 до города в этом городе немножко пошарил он кстати выглядит немножко иначе даже я-то думал что он будет выглядеть прям ну совсем так же и я пошел сюда вот на этот значок в надежде что повстречаю катакомбы и действительно повстречал катакомбы которые вам сейчас буду показывать но для начала я хочу чтобы вы познакомились с вилли потому что дело в что у меня не одно единственное животное видите вот он я забываю вилли это мой ручной енот вилли он 8 уровня помните я вам рассказывал как я отхватывал люлей от енотов вот теперь один из них теперь все остальные мои враги отхватывают люлей от моего ручного енота вилли ну и собственно давайте уже начнем отвешивать вилли помогай или отлично танкует хочу заметить так вилли по сцену кстати слушайте у него дичайшая регенерация на заметить или в атаку спокойно парень надо активнее пользоваться конечно уклонением меня мочи стрелка теперь вот этого значит он не перетанковывается на вилли но на самом деле глупо было бы ожидать что енот всех за меня убьет я надеюсь надеюсь что боссы в катакомбах примерно одинакового толка потому что вот с первыми встреченными катакомбами мне повезло там был босс стрелок и с ним относительно легко было справиться если в этих катакомбах босс окажется примерно таким же то это означает что мы с ним сможем справиться сейчас вот я подкреплюсь ананасиками в бою да я буду использовать зелье потому что я уже и сам знаю проверенная как видите поиграл за кадром некоторое время и уже даже без ваших подсказок знаю что зелье можно использовать прямо на ходу и это делает их конечно же еще более ценными плюс к этому у меня с собой есть некоторое количество ингредиентов для зелий так что я в любой момент могу наделать себе продвинутых зелий в немалом количестве там порядка 30 наверное зелья в случае чего могу сделать но если у меня есть ананас это почему бы не отличиваться ананасами так свет у меня включен так вот вот там видите кто-то сагрим вели зомби зомби не очень опасный враг гораздо более опасными врагами являются вот эти вот вот эти вот монстры нежити они убили вели фу на самом деле смерть вели не является чем-то таким уж страшным потому что вилли он достаточно быстро возродится и снова вступит в бой о бомбочку чуть не забыл хорошо что меня даже даже в некотором роде хорошо что меня сюда отбросили потому что я вот когда эти заметил бомбочку а может быть мне попытаться воспользоваться бомбочкой но нет нет хотя давайте вот сейчас просто пройдем стендовое испытание мне интересно а сможет ли бомба разрушить часть локации я от нее отбегу конечно же подальше потому что мне бы не хотелось проверить еще способна ли бомба разрушить часть меня а то и меня всего так и вот где-нибудь здесь рядом со скальными породами мы с вами хряпнем бомбочку так так вот бомбочка три штучки у них все ну ладно мне ничего не жалко давайте а между тем действительно уничтожилось как видите вот почву сняла но это слабая бомба наверное поэтому собственно такой был маленький бум и маленький эффект от этого бума и снова нам говорят что нужно изничтожить проявитель этих катакомб этим и займемся так мне кажется я там кого-то видел а вот я же говорил катакомбы это гораздо прикольнее заходишь катакомбы сразу вот он лут в сундуках iron boots iron sword силу будут причем зелененькие непростые какие-то беленькие предметы а уже продвинутые варианты надо вот там враги стоят я уже здесь немного приноровился все это дело замечать в темноте да и в принципе есть определенные паттерны ну то есть как бы так сказать шаблоны да скажем так того где враги как правило тусуются и поэтому можно так или иначе понять чуть такое там у нас что-то страшное не хочу туда пока идти схожу на разведку здесь . андеды так но сначала перекусочку ну то что там зомби копошаться это вообще не проблема что зомби расстреливаются просто на 1 2 гораздо более проблемными повторюсь являются обычные солдаты нежити хотя вот если зомби в большом количестве то это может стать проблематичным опа так позвольте как это произошло интересно но превосходящей силы противника это называется превосходящей силы противника так грибочек я соберу потому что из грибочка можно сделать очень неплохую лечилку и где мы находимся теперь какие-то ведьмы шастают я на самом деле уже нажал просто на карту но да вот ждем вот они катакомбы идем туда надо запомнить направление потому что велика вероятность что мы появимся после следующей смерти именно на этой точке огур очередной огур мне я не буду с ним связываться огра это слишком опасное дело ну его нафиг этого игра так это галчонок точнее ворон но у меня по моему нет ничего для ворона хотя можно попытаться нет я не заучивал таблицу поэтому я так периодически знаете как бы за сеанс игры накопаю каких-нибудь какой-нибудь еды для питомцев потом беру и проверяю то есть смотрю чем не есть инвентаре и проверяю по вики кого я таким образом могу приручить ну в принципе у меня есть вот два варианта уже одно животное ездовое второе боевое хотя конечно было бы круто если бы мне удалось приручить какого-нибудь ну прям мощного боевого мощное боевое создание было бы конечно очень раскидать и так меня не надо добивать самого слабого на самом деле вы не удивляйтесь что я так редко потребляю зелья несмотря на то что это очевидно очень эффективный вариант тем более что у меня-то эти зелья есть сейчас свет не включается а у меня как обычно сейчас несколько раз включится выключится свет вроде бы включился все почему-то у меня вот странным образом реагирует этот интерфейс так а можно тут чуть не ну как обычно ничего интересного может быть потом добавят а все получается все да получается все в этом крылье скоро у нас левый лапчик причем даже у вилли скоро будет левый лапчик и тогда а так это подсвечник так и андет вот так вот так вот ой бумеранги 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 так тихо тихо слишком слишком много бумерангов это плохо потому что сильная атака бумеранга это весьма не слабо так тихо все фу ребята очень вот здесь где-нибудь устроим привал на перекус а чё там такой лежит позвольте по моему тут у штуку можно подобрать который на краю мне кажется что тащит сейчас он докушает свой ананасик я проверю да это щит хорошо хорошо что я обратил на это внимание на самом деле можно и подсвечник взять ну канделявр но у меня таких инвентаря уже два и я совершенно не представляю смочи с ними можно сделать вот они по моему там если их я не помню либо их вообще нельзя продать либо они стоят сущие копейки вот но и в каких-то рецептах или в чем-то еще и в руки их тоже нельзя ну по крайней мере я попытался мне не получилось и кстати я хотел вам сказать нам было конечно это сказать самом начале данной серии но лучше поздно чем никогда вы задавайте какие-то вопросы по игре я буду стараться на них отвечать прямо вот в максимально ближайших видео вот вот буду прям стараться отвечать на них то что вам интересно да и опять же вдруг вы зададите что-нибудь такое чего я сам еще не знаю мне будет самому интересно узнать и разобраться вели велище красавчик танкует прямо молодец это же енот восьмого уровня он готов боксировать в любой момент вообще еще ананасика я трачу ананасы потому что сейчас это у меня самая слабая лечилка и я в первую очередь пользуюсь ею просто так так как-то оно экономичнее чтобы вас засаду устроили для меня меня засада зелья пьет мочи вели мочи где там стрелок был будьте проклят стрелок ничего нашел а еще отступать научились чуть прям на колючке все вели прям так бегает прыгает самоотверженно спокойно скелет вот скелета проблема потому что у скелета много здоровья как я там тем временем что-то еще со стола подобрал там даже несколько предметов валялось монетки взял нужно где-то сделать привал никого не смотримся вроде бы вроде бы тихо привал доедаем остатки ананасов ну сейчас мы конечно не все сидим по надкусывая по крайней мере так ухты там что-то проскакнуло а это значит что можно согреть врага все вели енот будь осторожней тихо еще он деды раскидать чем быстрее мы убиваем врага тем меньше у него шансов воспользоваться бутыльком для лечения а это отлично поэтому если есть возможность врага вырубить то лучше воспользоваться давайте мощным быстро мне на меня как бы да я прекрасно знаю на самом деле как функционирует несмотря на то что мне кто-то написал об этом комментарий но вы что думаете что я реально бы сам не догадался что тут можно накапливать ману обычными выстрелами а потом зажатием правой клавиши делать какой-то мощный выстрел но поверьте мне вот мои личные опыты здесь показывают что в случае с арбалетом гораздо эффективнее выпустить вот эту дичайшую такую пулеметную очередь которыми я здесь как правило и пользуюсь и она будет значительно эффективнее при этом даже маны на нее не нужно тратить так мы куда-то пошли вглубь мне кажется что скоро мы уже повстречаем нашу цель а вот наша промежуточная цель все что ли оба мне кажется за углом еще кто-нибудь будет пока нет ну ладно лазочка а вон андэ дэш издалека вас так еще не все стоп а ну это зомби пара ананасиков и я как новенький а вот и вилли подтянулся мне кажется что вот эту фишку которую я пользуюсь с арбалетом ее пофиксит потому что ну как-то уж слишком это круто я просто пробовал и бумеранг пробовал и лук и они как-то менее эффективны хотя с другой стороны есть некоторая вероятность что может быть так действительно задумано просто это под определенный стиль игры и это и это собственно очевидно мой стиль игры который мне подходит так ну если так оно и останется дальше то я конечно только рад буду я уже так приноровился пользоваться этими дичейшими очередями а вот у нас судя по всему и босс причем босс с метательным оружием о чем я говорил но мы на всякий случай выставляем бутыльки здоровья тихо тихо ребята как бы мне одного босса сманить или сначала этих сманить не получилось так позвольте это босс не сметательным оружием это босс двумя клинками черт побери мне ничего не светит здесь он слишком крут реально слишком круто ну я попытаюсь все таки не ударю в грязь лицом давай боссера покажи на чё ты способен я тут под тебя побегаю пока проблема с этими ребятами вот этими двумя клинками заключается в том что уж больно у них повреждения высокие и скорость хорошее сажать а мы с вилли мне кажется его сейчас как натанкуем куда 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 тут прям к нему уклонился так спокойно отход отход еще бутылечек сейчас я буду не многословен я надеюсь меня поймете я очень сосредоточен на убиение этого босяры давай вилли мочи его мы сделаем это сейчас с тобой он бутылки пьет ахахаха сдавайся и тогда умрешь быстрой смертью все фу отлично квест выполнен чё налутали смотрим железные ботинки чистый железный кинжал дух ветра 2 серебра и 87 меди и еще замасленная но better нет ну короче броня в общем наплечники смотрим что за наплечник ухты blackberry мармелад я тут где-то нашел и фруктовую корзину еще вот эти я так вот так у меня и происходит я лезу в какое-нибудь путешествие из него выношу что-нибудь кстати вот это я купил во втором городе и вот это я точно помню потому что я еще брать запомнил что бубль гум нужен для того чтобы колли приручить но я пока не стал я хочу найти какой-нибудь дикая коль более мощная чем-то которая в городе обитается так могу ли я тут что-нибудь и все изучить не могу купиться у меня рецепты может потом вот буду играть мультиплеер кому-нибудь отдам так и что же мы здесь налутали за все это время кстати много так всего налутали на посмотреть это не мое это так вот это даже интересно интересно но нет воспользуемся своим вариантом так это на мага вот действует вот смотрите закон подлости да сколько я уже предметов просмотрел и в основном все не мои не мои 14 4 броня 1 нет это мне кажется хуже моего так нам война на война на рогу это на меня но это мне не подходит потому что слабовато кажется так снова кинжал для роги и опять для роги да что ж так а ну хотя в принципе босто рога и был поэтому чего удивляться в конце концов ну и давайте собственно посмотрим а что ж у него там еще было там так и он был там по-моему наверняка там еще остатки его свиты и кстати тут тоже надо заметить что что немаловажно мне ведь за него накатили еще и 180 опыта я думаю что если вы следите за тем что мне я подберу почему бы нет для коллекции так если вы обращайте внимание на вообще на те сообщения которые мне игра преподносит в чатике то вы поймете что 180 опыта это мягко говоря не мало и у меня 20 платиновых монет слушать а может меня за него еще и вот платины накатили причем так неплохо накатили на самом деле так ну и что ж вот мы с вами конечно не за один заход но тем не менее подожди а получается за два захода да что что нормальный результат с первым боссом я когда воевал у меня мне потребовалось гораздо больше заходов за два захода причем босс был получается убит вообще с первой да если меня изменяет память да с первой попытки как ты уже так я так напрягся на боссе что сейчас уже не помню что вообще до этого происходило вот можно можно видеть в одну каску вынести катакомбы причем я не знаю я бы наверное не сказал что это были самые простые а вот они уже от респаунились первая волна монстров уже от респаунилась и сейчас мы снова их залутаем а вильде а ты где кстати о вилле я тебя не поздравил у тебя что же был ли вы лапчик валют этого ахахаха черт я посмотрите на них они тоже сейчас начинают респауниться черт фу кролики появился среди кроликов ну значит не там ну что ж друзья мои на этом мы наверное данную серию завершим мы и собственно говоря вернемся в следующей серии вилле наш восстанет и мы продолжим наши приключения вот в таком вот небольшом кооперативчики с енотом вилле спасибо вам за внимание друзья и до свидания